Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру по названию The Stanley Parable. Так, у меня остались некоторые концовки до сих пор неполученными, и у меня появилась одна идея. В принципе, если идея сработает, то, наверное, я получу концовку новую. Если не получу, то, возможно, серия данная не выйдет, или же выйдет только кусочек этой серии. В группике экспериментов. И, конечно, он вскоре найдет всех остальных, это лишь вопрос времени, это только вопрос времени. Так, и у меня, то есть, есть одна идея, то есть, надо идти сначала в правую дверь. Переговорная была совсем не там, и Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. А я хочу привести платформу в действие, и при этом с нее спрыгнуть так, чтобы я остался на стартовой позиции. И посмотреть, скажет ли он что-нибудь или нет. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Так, вот та самая платформа. Я хочу попробовать наступить на нее. И вроде срабатывает как бы триггер, который заставляет ее двигаться, но при этом она начинает двигаться не сразу. Я хочу попробовать вернуться обратно и посмотреть, уедет ли она туда или нет. И если она уедет, то что скажет автор? Вернет ли он меня обратно? А может, он тут дверь откроет А2? Вот это непонятно, но в принципе нужно проверить. Так-так-так, у нас тут трусишка-зайка серенький. Прости, что разбиваю твои надежды, Стэнли, но лифт-то больше не вернется. Так что ты или обустраивайся с комфортом на этой стороне, или попробуй спрыгнуть вниз. Ну сам посмотри. Ну посмотри, не так уже и высоко. Держу пари, ты сможешь выжить. Понятно. Ну давай уже, ты точно должен выжить. Тебе страшно? Ну-ну-ну-ну, ты или это Стэнли храбрец? Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Ну да, в принципе, это как вариант, но скорее всего она будет похожа, короче, на одну из предыдущих концов. Кстати, я вот тут заметил, там есть открытая дверь, но я так думаю, что весь пол заскриптован так, что если я коснусь пола, я помру. Есть вариант спрыгнуть с той платформы на перила и потом спрыгнуть на машину. Не знаю, убьет меня это или нет, но даже если не убьет, то возможно, когда я коснусь пола, будет заскриптованно и, в принципе, я погибну. Ну хотя вот там дверь открыта, не знаю, что там находится, но скорее всего туда попасть нельзя. Я попробую попозже немного провести этот эксперимент. Если не выйдет данный эксперимент, то, возможно, просто я умер прямо рядом с дверью. То есть, значит, смысла не было туда прыгать. Ладно, раз он меня уговорил прыгать вниз, мне придется прыгать вниз, потому что здесь ничего не открылось. В принципе, это конец. Но это, можно сказать, чуть-чуть измененная концовка, где я сам сразу спрыгнул. Ой-ой-ой, я все-таки ошибся. Ну и растяп уже я. Кстати, там были коробки, но вряд ли коробки бы меня спасли, потому что это такой движок, что... Я не думаю, что здесь есть такие коробки, которые смягчают падение. Они просто как либо жесткий предмет неподвижный, либо просто сломаются, как ящики. Но и то, и то не смягчит мне падение. Ну ладно, в принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.